Нашла коза на камень, Идет война на память, Лен. Алло. Алло. Здравствуйте, меня зовут Мария Николаевна, юрист, специалист отдела клиентского расстания у Альфа-банка. Романович, это вы? Это я. Кто вы, простите? Какой организации? Юрист? Еще раз. Я не услышал, с какой организацией вы... АО Альфа-банк. А, вы юрист, да? Еще раз представиться вам? Ну мне, да, я просто хочу... Я понял, Альфа-банк, имя, отчество и должность вашу. Ирина Николаевна, ведущий специалист отдела клиентского взыскания у Альфа-банка. Никита Романович, 343 дня ваш договор находится в просроченной задолженности. Сумма составляет 73 тысячи от 44 рубля. А я, слушайте, а я, если честно, обрадовался. Я постоянно прошу, чтобы в следующий раз звонил юрист. И я обрадовался, услышал, что вы юрист. А слышался, да? Вы не юрист или юрист? Я вам уже сказала, откуда вам поступил звонок у Альфа-банка. Кто вы? Нет, какое предложение? Вы юрист? Ну мне, послушайте, пожалуйста, и не перебивайте. Нет, я четко сказал, что разговаривать буду только с юристами. Вот эти вы главные специалисты, я вообще... Вы дали будете перебивать и не слушать? Да, да, буду. Пока мне не дадут для разговора юриста. У вас там, что имеется предложение решить вопросы? Мне неинтересны ваши предложения, озвученные из уст непонятных людей, не разбирающихся вообще в предмете. Разговаривать я буду только с юристом. Обрадовали меня сначала. А то потом, говорит, я главный специалист. Ну ты же ляпнула, что ты юрист, думала пролезет, да? Потом сама испугалась, наверное, что ничего себе сказала. Придется же сейчас как-то это все мотивировать. Аргументировать, точнее. Я вас слышал, скажите, Никита Романович, по какой причине вы вышли на просрочную задолженность? Да я же сказал тебе, ты по-русски что, не понимаешь? Так же, как и все. Вы специалисты, а по-русски даже не понимаете. Вам говорят простые вещи, что обсуждать это мы будем либо с юристом, либо только в письменном формате. Хорошо, фиксирую, что вы отказываетесь озвучивать. Так ты что, правда испугалась? Долбанула, что ты юриста, потом думаешь, вот это да, вот это я сделала. Сейчас. Вы предустроены. Я же тебе сказал, ты чего, забываешь, что ли? Я с вашими вот этими вот ненормальным отделом разговаривать не намерен, потому что вы там все, не через одного, а буквально все, блядь, деревянные. Диалог я вас завершаю. Не можешь ты мой, пока я сам не захочу. Диалог я вас завершаю. Она же точно, по-моему, тявкнула, что она юрист. Ну так это проглотила, типа, в надежде вдруг под спудно человек услышит и тут же забудет. Добрый день, здравствуйте. Да, здравствуйте и вам добрый день. Какая компания сейчас я скажу? Айди коллект. Айди коллект. Дорогая, сильно занято? Подойди, пожалуйста, тут какой-то ID какой-то. Да, 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 коллект, коллект, ага. Удобно тебе будешь разговаривать? Ага, да. Ага. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Понавка из досудебного отдела компании иди коллект. Меня зовут Егорова. Надежда Ивановна ведет запись телефонного разговора. Угу. Нургуль Джинобековна – это вы? Правильно? Тут больше, кроме меня, нет никого, моего брата. Что? Кроме меня и моего брата здесь больше, нет никого. Брат с вами разговаривал сейчас. Осталась я. Вы Нургуль Джинобековна, верно? Нургуль Джинобековна. Это вы, правильно? Я не знаю, насколько вам правильнее нужно еще сказать. Вы мне можете сказать да или нет? Да! Для идентификации вашей личности назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. Какая? Нуркульт Джерабеков, назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. Как только что назвала? Зачем вам эта информация? Я вас очень... У вас есть важная информация с компанией ID. А что за компания? Я вообще первый раз слышу. У меня с вами какая может быть связь с вашей компанией? Поэтому я говорю, есть важная информация для удостоверения, чтобы это лично вы. Назовите дату рождения, я не расслышала, вас очень плохо слышат. Слушайте, у меня 12 сестер и все знают дату моего рождения. И регулярно они здесь бывают. И все мы пользуемся одним телефоном. Давайте с того выберите, пожалуйста. Вы назовете меня Нуркульт Джерабеков дату рождения? Зачем мне это делать? Вы мне объясните. Я пойму, что это мне действительно нужно. Выберите, пожалуйста, верный вариант. Вы вот эти... Что за детский сад вообще? Вы этот детский сад оставьте для себя и своих близких родственников. Зачем мне это делать? Не могу понять. Я вам уже его назвал, а вы не слышите. Настройтесь на диалог. До свидания. Все, до свидания. Не задерживаю вас. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Слушаю. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здрасте. Компания MoneyMan. Меня зовут Рипова Эльмира Маратовна. Скажите, пожалуйста. Александр Евгеньевич, это вы с вами разговариваем? Со мной, со мной. Это вы, Александр Евгеньевич. Да, да, Саша. Пройдем дату рождения от 2 часа. Куда мы пройдем с вами? Дату рождения от 2 часа полностью? Для чего мне это делать? Что еще? Зачем мне это делать? Назвать дату рождения полностью. Что именно с вами разговариваем? Да мне все равно, верите вы мне или нет. Не я же вам позвонил. Вы мне позвонили. Мне от вас ничего не нужно. Санок поступает в ваших интересах. Ну, возможно, допускаю, что он в моих интересах по поступает, но я пока что не испытываю никакого интереса к вам. Ну, ваш уговор, никто не собирается в срочном порядке в течение 10 минут перезанять в компании МАНИ. Зачем мне это делать? Зачем мне это делать? Не верю. Не верю я вам. У меня есть другие интересы. Здравствуйте, Максим Александрович. Да, здрасте. Кто это? Здравствуйте, Максим Александрович. Меня слышно, да? Слышно. Вы кто? Меня зовут Елена Валерьевна. Дело в искании банка Тинькофф. Максим Александрович. Звоним по поводу невыполнения условий договора по кредитной карте. Из-за неоднократных нарушений суропоплаты банку стоит требовать не погасить общую сумму долга до 11 декабря. В вашем случае это сумма 114 400 рублей и сумма неокончательная. Готовны все оплаты до 11 декабря? А что значит неокончательная? Потому что по счету ежедневно происходит отчисление согласно вашему тарифному плану. То есть, если я заплачу 114 дубов, то еще что-нибудь останется, да? Может еще 115 надо платить. Не-не-не, так я не согласен. Давайте сформируйте окончательное требование, на бумаге его зафиксируйте, подпись ответственного лица, печать организации. Я не верю, что вы из банка звоните. Какой-то шухер наводит какая-то дамочка. Не-не-не, сейчас заплати, потом опять столько же. Мне зачем? Никаких звонков. Никаких звонков. Никакого устного взаимодействия. Давайте будем звонить по очереди, да? Нет, по очереди мы будем говорить, сейчас моя очередь, естественно. Меня не устраивает устный формат общения. Так и передайте, если вы из банка. Вы можете позвонить по номеру 885. Вы слышите меня? Вы можете написать мне. Я вас прекрасно слышу, а вы меня? Ну и все, запоминайте. Запоминайте. Можете мне все написать, изложить на бумаге в виде официального документа. Мне звонки не интересуют. Я не верю, что вы из банка. Вы доказать этого не можете. Перебивать меня тоже не нужно. Почему вас не нужно перебивать? Кто вы такая? Давайте я вас как раз обсудим ситуацию по вашему всему. Нет, я не хочу ничего голосом обсуждать. Вы не добьетесь никакого результата в устном формате переговоров. Максим Александрович, если вы имеете ввиду правила статья 1651, которые вы, видимо, упомянули, то они… Ничего не упоминал, я просто вам сообщаю, что я буду разговаривать исключительно с помощью бумаги, писем. Есть какая-то статья даже, да? В этом смысле. Эти правила применяются только в том случае, если оно не предусмотрено условиями договора. А что у нас с вами условиями договора запрещено в письменный формат общения эксплуатировать, да? Я не закончила. Вы бы лучше и не начинали. Вы дали свое согласие на передачу распоряжений и требований по телефону. Поэтому требования в устной форме абсолютно законны. Так я их не воспринимаю. А как мне убедиться, что вы из банка? Ну, я вам уже проинформировала по этому вопросу. Не заставляйте меня повторить. Еще раз. Заставляю. Я настаиваю повторить. Я не понял, как мне убедиться, что вы сотрудник банка. Тогда мне придется с вами разъединиться. Мне тогда придется прекратить сеанс связи с вами. Вот здесь и сейчас. В данную конкретную минуту. Как мне убедиться? Три месяца назад, почему вы изначально допустили такую длительную просрочку? А почему вы любопытствуете? По какой причине? На каком таком основании вы любопытствуете? Это частное любопытство. На таком основании, что банк является вашим кредитором, Максим Александрович. Это вы можете предполагать. Банк Кеньков является кредитором очень многих людей. И совершенно спокойно любой может сейчас позвонить мне и сказать, что вот так вот, как есть. Но вы сотрудник банка или просто человек, который думает, что он сотрудник банка? Совершенно объективно. Я сотрудник банка. Как вы можете мне это доказать? Я тебе отвечаю. Вы звоните с сотового телефона. Нигде, ни на каких ресурсах такого номера телефона, принадлежность этого номера телефона к банку Кеньков не зафиксирована. Да. Но дело в том, что банку разрешается использовать только абонентские номера, которые выделены на основании заключенного договора. Смотрите, как все происходит. Вам, когда делают замечание, указывают на четкое, конкретное, скажем так, нарушение, возможно, гипотетическое нарушение закона, вы совершенно бессовестно начинаете зачитывать ту статью того закона, который как раз таки нарушаете. Не понимаю, на что вы надеетесь. То есть я действительно вам указал на это нарушение. Зачем вы мне его продублировали? Да, действительно, я тоже знаю, что банк имеет право взаимодействовать со своими клиентами только посредством номеров телефонов, которые им были выделены оператором сотовой связи. Но вы звоните с сотового телефона, который никакого отношения к банку не имеет. Если вы можете мне доказать обратное, милости просим. Давайте, я даже не буду спрашивать номер телефона, с каким он… Вот это тоже, да, меня всегда смешит, радует и возмущает одновременно. Все, что касается клиента банка, то все должны ходить на цирлах, да. А когда речь заходит напрямую о нарушении банков какого-то элементарного регламента, то здесь мы на эту тему, видите ли, разговаривать не хотим. Нет, мы либо вообще разговаривать с вами не будем, либо вы все в порядок приводите. И пускай вот вы, если вы сотрудник, подойдите к своему куратору вот этому смешному и скажите, я хочу знать, с каким оператором связи заключен договор, потому что мне приходится об этом сообщать клиенту, зачитывая норму закона. Я не хочу, чтобы меня клиент в мое же, собственно, дерьмо носом моим же собственным макал. Потому что, когда я ему говорю, что банк, я говорю это к тебе. Я к тебе это говорю. Нет, мы не вернемся, пока мы не выясним. Мы сейчас просто пытаемся выяснить, кто вы есть, барышня. И кто вам информацию предоставил. Мне эта информация ни каким образом не задела. Это не информация, это вообще какой-то голос. Я сейчас хочу получить доказательство, железобетонное, что я разговариваю с сотрудником банка и я заведомо уверен, что такого доказательства вы мне предоставить не сможете. В каком еще контексте? Здесь нет вообще контекстов. Здесь все конкретизировано по максимуму. И ваша проблема решена не будет. А мне все равно, что вы думаете. Это не ваше дело. Мои проблемы, они мои проблемы. Более того, заверяю вас, я все свои проблемы давным-давно переквалифицировал в статус задачи. И вот то, что вы сейчас слышите, это как раз таки является решением той самой задачи, которая, по вашему мнению, почему-то проблемой. Для меня она таковой не является. Решение этой задачи максимально простое. Первым делом пафосного типа сотрудника банка, думающего, что он прочитал свою методичку, скрипт и знает все, поставить на место, как я сказал, ткнуть носом, во-первых, как минимум в нарушение закона, а потом в его же, в его же несостоятельность, беспомощность, что я и делаю. И я докажу это, доказал уже практически. И доказательство этому первое, что вы начнете мне чесать дичь типа неконструктивный диалог, не касается моей задолженности и тому подобное. Но суть всего, даже не в контексте, а в прямом изложении, вы не можете доказать ни словом, ни делом, что вы сотрудник банка. Вы не сможете опровергнуть утверждение, что вы нарушаете 230-й федеральный закон, эксплуатируя случайный набор цифр, похожий на номер телефона, совершая коммуникации посредством программного обеспечения IP-телефонии. Все это, те самые аргументы железобетонные, которые у меня есть. И эти аргументы раздавили к чертовой матери уже давным-давно ваше подобие каких-то там возражений. По какой причине вы нарушаете? Я не понимаю, с кем я разговариваю. Вы не можете доказать здесь и сейчас, что вы сотрудник банка. Максим Александрович, вы готовы конструктивно продолжить диалог? Вы помните, что я вам сказал две минуты назад? Я прям четко конкретно прованговал. Помните, такая была прорицательница Ванга? Есть такой оборот, когда человек предсказывает действие какого-то другого человека или какое-то событие, он говорит, вангую. Так вот, я ванговал. Я говорил, что вы скажете про неконструктивный диалог, что я не готов к какому-то там диалогу нормальному. Как только вы мне докажете, что вы сотрудник банка, сообщив с каким оператором связи, хотя бы так, сообщив с каким оператором связи заключен договор, я тут же с вами начну конструктивно общаться по поводу якобы просроченной задолженности. Нет, мы не пришли никакому результату. Вы не дали мне никакого ответа. О-о-о, про конструктивный диалог, а речь и идет. Поэтому я с вами прощаюсь, мы вам перезвоним. Знаете, почему вы со мной прощаетесь? Потому что вы ничего не можете, вы беспомощные. Помните, я об этом тоже говорил. «Алло, здравствуйте, меня зовут Глащакова, Полина Алексеевна, главный специалист в Альфа-Банк. Евгений Иванович, это вы?» «Верно». «Главный специалист Полина. Сколько у вас подчинений людей-то, Полина?» А это как к вашему кому-то относится?» «Не знаю, просто любопытно, но вы главный специалист, такое пафосное заявление, должность невероятная, просто интересно. Не скажете?» «Ну, ваши интересы здесь не очень. Ну, я бы просто, если бы у меня была, если бы я дослужился до такой должности, я бы с удовольствием, допустим, главный специалист, ну, как минимум человек 30, да, должно быть. Ну, главный же специалист. К этому прийти надо. А хорошо, а специализация какая у вас?» «Маш, мы по поводу ваших долгов поговорим». «Ну, давайте поговорим, но хотя бы понять, с кем я разговариваю. Может, вы просто голословно изъясняетесь, знаете, заявляете какие-то пафосные позиции свои, а на самом деле не соответствуете им. Ну, давайте. Специализация какая у вас? А то что смысл разговаривать?» «124 рубля. » «А у землекопа даже есть специализация землю копать. Это очень интересно. А у вас какая специализация? Тем более главный специалист. Я бы понимал, там еще просто там сотрудник колл-центра. А вот главный специалист. Зачем так говорить, если это не соответствует действительности? Будьте скромнее, к вам люди потянутся. Нормальные». «Хорошо. 122,3,124 рубля. Ну, хотя бы здесь какой-то прогресс. Нет. Нет. Давайте, действительно, вопрос серьезный. И у вас же наверняка, коль вы где-то услышали, наверное, у какого-то своего коллеги, наверное, увидели, что вот он идет главный специалист и вам тоже захотелось таким быть. Давайте в следующий раз вот мимо вас будет проходить главный специалист. Вы сейчас запишите мой номер телефона, позовите его, скажите, ты же главный специалист, позвони ему. Я с вами не хочу разговаривать. Вы человек несерьезный. «А вы моя серьезность, почему поняли? Потому что я вам сказала про ваши долги?» Ну, во-первых, я еще больше удостоверился на фоне последней вашей тираги, что вы человек смешной. Какой уж там серьезный. «Я вас слушаю. Это очень интересно. Все?» «Все все». «Замечательно. По поводу оплаты, что скажете?» «А что вы хотите услышать по поводу оплаты?» «Когда внесете денежные средства?» «Что вы делаете?» «Вы сами сформируете для себя ответ, который вам любопытен. Потому что тот ответ, который я вам скажу, он вас заведомо не устроит. И вы начнете там какую-то пургу мести. Поэтому давайте, скажите мне, что бы вы хотели услышать. Я вам просто повторю и все. И мы друзьями расстанемся. «Вы попробуйте ответить». «Что?» «А зачем мне друзья должники?» «Давайте вы мне не будете за меня решать». «А, то есть не хотите, да, друзьями расставаться?» «Ну, я человек лояльный, добродушный. Давайте хотя бы в нейтралитете каком-нибудь мы с вами закрепимся. Ну, так или иначе, в этом только лишним врагами. Потому что если я сейчас скажу то, что я думаю, вам точно это не понравится, и вы на меня разозлитесь». «Вы трудостроены». «О! А зачем вы спрашиваете?» «Вы подписаны или согласны на обработку персональных данных при заключении договора. Вы же читали кредитный договор». «А вы сейчас что, обрабатываете персональные данные, да?» «Конечно». «Вы же читали кредитный договор». «Ну, давайте тогда на основании закона 152. Закон как раз-таки регламентирует действия по обработке персональных данных. Вы мне все-таки теперь сообщите вашу должность. Еще раз ваше имя, фамилия, отчество». «Общусь, значит». «Ну, это закон. Вы же за него зацепились. Давайте. Должность ваша все-таки. Только не говорите «главный специалист». «О, давайте». «Давайте». «Начали». «Только в это запомните, пожалуйста, чтобы не переспрашивать. Голощапова Полина Алексеевна, главный специалист». «Все-таки главный специалист, да?» «Да». «Хорошо». «Ладно, специализация у вас какая. Я не буду спрашивать, сколько людей у вас в подчинении, главный специалист все-таки. А вопрос в тему. «Специализация у вас какая?» «Может, вы специалистом по открыванию либо закрыванию дверей?» «Попустим, да». «Мне нужно выяснить, компетентный ли вы человек. Специализация ваша какая?» «О, к сожалению. «Да». «Одно сожаление в вашей жизни, да?» «И все чаще и чаще, да?» «К сожалению, надо говорить, вот к сожалению». «Так что, друзьями не получается расстаться, да?» «Все-таки как-то не так, да?» «Работа устроена так ваша, что все больше и больше вы врагами расстаетесь с людьми нормальными, да?» «Хотела, очень хотела с вами поговорить, но жаль». «А что мешает?» «Нехватка мозгов». «Не отвечать на вопросы». «А, не отвечая на вопросы так, как хотелось бы, да, чтобы я отвечал». «Нет, потому что вы не заработали». «Нет, я отвечаю». «Да нет, ну конечно, ну остается только, конечно, что-то придумать, чтобы вроде как попытаться меня на место поставить». «Знаете, это никого не трогает уже, вот эти, ваша форма защиты, она только вам и нужна. Самой от себя защититься». «Еще по одной каток проехал». «Пожалуйста, оставайтесь на линии, специалист скоро ответит». «Специалист». «Здрасте». «Звонок поступает из Сбербанка, Наталья Васильевна, я могу услышать». «Наташку, что ли?» «Вас как зовут, как вас представить?» «Меня зовут Елена Александровна». «Ага, Елена Александровна, Сбербанк, сейчас, секунду». «Наташа, вставай!» «Вставай, вставай, хватит спать, давай». «А, Елена?» «Меня слышно?» «Слышно, слушаю, кто это, Аля?» «Я сейчас с кем разговариваю?» «Ой, господи, я же тебе говорила, не беди меня без дела, кто вам нужен?» «Наталья Васильевна, я могу ее услышать?» «Да я это...» «Меня хорошо слышно?» «Да вроде нормально, да говорите быстрее, что там, срочное что-то?» «Откуда вы?» «Звонок поступает из Сбербанка». «Да?» «Представлюсь, меня зовут Александровна Клименко, старший специалист, диалог у нас записывается». «Наталья Васильевна, это вы?» «Ой, ой, 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 Наталья Васильевна, да, это я, господи». «Разбудили? Зачем? Зачем разбудили?» «У меня возникает сомнение, что я с вами разговариваю, давайте индификацию произведем». «Ну не разговаривайте, господи, я спать пошла, все, давайте». «И вообще, без ни стыдания, ни совести». «Алло, поговорили?» «Алло?» «Алло?» «А вы кем приходите с Натальей Васильевной?» Так вы поговорили, и она опять спать пошла. Понятно. Она себя хорошо чувствует? Она вообще готова вести диалог? Это нормально она чувствует. Спал человек. Что вы ее разбудили? Мы перезвоним. До свидания. Ну, сумасшедшие какие-то. Алло, здравствуйте. Ой, здрасте. Компания Манимен. Меня зовут Георгева Дарья Сергеевна. Скажите, пожалуйста, Викторию Вадимовну... Скажем? Виколю, что ли? Минуту ждать. Сейчас позову. Викторию Вад... Вы телефон ей передать можете, уважаемый? Да, пожалуйста, пожалуйста. Передаю, передаю, передаю. Она просто спать легла. Викуля, вставай. О, тебе кто-то беспокоит тебя. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, вы не хотите. Что случилось? Кто это? Компания Манимен. Меня зовут Георгева Дарья Сергеевна. Виктория Вадимовна... Скажем? Виктор Скаймон. Я-я-я. Вы разговаривать нормально можете или нет? В общем, вы упускаете предложение, которое мы вам хотели озвучить. Поэтому самостоятельно связывайтесь с компанией Манимен. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. Что это? Что за едиотка? С вами был Игорь Негода. Продолжение следует...